У меня дочка дома. Я редко ее балую чем-то изысканным. А поскольку у нее сейчас душевная утечка, настроение плохое, ни с кем встречаться нельзя, вот я и сделала котлетки из семги, порубила мелко ее с луком, купила батат, все посолила перцем и своей лимонной солью. Я сейчас запеку это минут на 45, потом покажу. Ну, конечно, я так не готовлю каждый день, не лень. Вот как это выглядит для моей девочки любимой. Лель, полей лимончиком котлетки. Всем приятного аппетита. Спасибо поделиться рецептами для постного обеда, ужина. Ну вот я с вами делюсь и заодно вам рассказываю. Стоило поделиться и рассказать, что у моей дочери душевная утечка, как тут же миллион замечаний по поводу того, что люди сотнями, тысячами гибнут, а у нее вот она страдает. Что с вами? Просто объясните мне, пожалуйста. Да, у моей девочки завтра день рождения, первый ее юбилей, 20 лет. Конечно, она переживает, что не может позвать никого, что она не может отметить день рождения с друзьями. И что здесь? Она должна сейчас оплакивать всех, волосы на себе на голове рвать. Ну, и вы меня призываете к какой-то доброте, смешной ей Богу. Теперь делюсь рецептом. Это тыква. Я ее вытащила из морозилки. Сейчас она растает. Я ее готовлю с осенью, как я вам сказала. И запеку ее с яблоками. Но секрет в том, что я сделаю это с солью, с крупной обычной и черным перцем. Если хотите, можете бросить несколько долек чеснока, сверху полить растительным маслом. И будет у вас такая закуска. Добрый всем вечер. Ну что, не спите? Я готовлю полуоткрытый пирог. С крыжовником. Крыжовник живой. Я его заморозила осенью. Ну, то есть летом поздним. Вот тесто у меня творожное. Посмотрите. Тесто делаете так, как на сырнике. Может быть, чуть больше муки. Ну, совсем чуть. Никакого желатина я в крыжовник не добавляла. Ну, в общем, в готовом виде я вам его покажу. Лёлька у меня не по-сладкому. Ну, я не стала ей заказывать торт. Как-то опасно. Вы же не понимаете, мы на карантине. Сын обожает это тесто. Вот, если получится, завтра я ему отвезу кусочек. Ему и Анечке. Поскольку завтра я планирую какой-никакой пир, вот я сделала на завтра такую мясную запеканку. Сейчас расскажу, почему красный сок. Сок красный от свеклы. Я, знаете, почему смеюсь? Кто-то отъел почти половину. Видите? Значит, я делаю фарш. Какой любите? Любое мясо. Я также прокручиваю луковицу, одну морковь и свеклу. Приправы ваши любимые. Я добавила красный перец. Ну, естественно, соль свою. Все, ни яйца, ничего. Я тщательно перемешала и запекла. Завтра я буду отрезать вот такие ломтики. Ну, вместо колбасы, я думаю, будет интереснее, правда? Не смотрите, что так какая-то кровавая лужица красная. Такой пирог у меня получился с крыжовником. По-моему, красиво. Ну, и потом творожное тесто. Будет ощущение, что ты ешь сырник запеченный с ягодами. Но в каждой семье есть 5-7 дежурных блюд, которые домашние любят, всегда едят. Заставлять не нужно. Доешьте, доешьте. Вот и у меня сегодня. Несмотря на то, что праздник, у Лёльки день рождения, я не стала мудрить заказывать торт. Это суфле, запеканка. Я не знаю, как назвать. Творог и тыква, которую я запекла вчера заранее. И несколько штук кураги. Замоченных, помытых, естественно, мелко порубленных. Ложка муки, ложка сахара, чуток соли. Все, выбила и запекла. Поэтому будут мои. Есть это с удовольствием, полезно. И скажут мне спасибо, спасибо, чего и вам желаю.